Здравствуйте, уважаемые друзья! При написании третьей книги мы будем, как говорится, в этой книжке очень много вязать разных мушек. Я решил почти все их выложить, как фильмы, в интернет. А вот подробное описание пошагово это уже будет в книге. Что нам необходимо? Не зря я назвал канал мушки из подушки. Потому что для изготовления вот этой нимфы нам действительно понадобится то, что у нас есть в подушках. Вот как вы видите, я нашел вот такое перышко, которое всегда имеется, всегда имеется в наших подушках. Зачастую мы его встречаем после ночи по утру в постели. И как раз аккурат вот все вот эти мягкие наши пуховые части годятся для изготовления нимфы, которая является как бы собирательным образом, но в то же время она больше будет походить на нимфу, которая заячья. Ну и изготовим мы ее из нескольких других материалов. Поэтому, что нам необходимо? Крючок я взял 16 номер. Это Тимка 200Р или же допустим это может быть любой другой крючок другой фирмы. Вот в частности, как вы видите, вот у фирмы Страйк имеется хоппер, всевозможные такие крючки или можно вязать на длинном цевье на нимфовом, которые есть крючки. Они имеются специально для этого практически в каждой фирме уважающей себя она изготавливает. Коротко коснемся материалов. Понятное дело, хвостик мы будем делать из этого пера. Подгрузить нам нужно нимфу. Я взял для более качественных снимков такой свинец, который продается уже в разных вот таких готовых наборах разным диаметром. Или же можно листовой купить для электрофореза в аптечных магазинах специализированных. Или можно все это подгрузить проволокой. Как вам будет удобно это не столь принципиально. Главное чтобы это было подгружено. Основная задача при изготовлении вот этой нимфы это то, что у нас ничего нет. Просто ничего нет кроме этого перышка, которое нам понравилось и мы хотим его сделать. Поэтому для огрузки подберете для себя сами, что вам удобно. Огрузить нам нужно достаточно хорошо, так как эта нимфа будет имитировать нимфу роющего типа, которая обитает у дна. поэтому нам две трети тела мы сразу наматываем вот такой спиралькой. Можно используя функцию ротори, но учитывая то, что не у всех имеются качественные тиски подходящие, я это делаю так, как вам удобно и так же, как и вы делаете. Все, остатки мы убираем. Почему я не мажу вначале клеем и не наматываю? Потому что мы с вами еще не совсем опытные и не знаем, где и как у нас ляжет свинец. Поэтому я для вас показываю вариант, когда мы намотали эту спиральку, убрали ее немножечко назад. теперь берем клей, клей я опять повторюсь и покажу вам. Это не реклама, это то, что имеется у нас. Это гелевый клей. Если у вас есть любой секундный клей, который высыхает мгновенно, используйте его. Проблем никаких не возникнет у вас. Нет, используйте лак. Поэтому, пожалуйста, как вам будет удобно. я пользуюсь тем, что есть у меня. Теперь я нанесу буквально немножечко перед свинцом и двигаю нашу проволоку ровно столько, чтобы не дойдя до колечка пару миллиметров это все оставить. Промажем все это клеем, чтобы наш свинец никуда не убежал, не прокручивался. Все. В данный момент желательно, конечно, подождать, чтобы у нас все это подсохло и мы могли дальше выполнить работу. Поэтому сделайте паузу, так как у вас нет еще достаточного опыта в работе и желательно, чтобы не было потом скученности и неудобств у вас в работе. Поэтому давайте мы сделаем небольшую паузу, пусть наш клей подсохнет. Пока наш клей подсыхает, я выбираю нить. Нить, конечно, желательно использовать как можно тоньше и чтобы она не была крученная, ровница. Поэтому я во многих фильмах вам показывал, рассказывал, что нужно для этого сделать. Это не является ни секретом, ни проблемой. Купите буквально метр тесьмы и вы для себя изготовите достаточное количество нитки для вязания необходимых ваших мушек. А если вам будет в дальнейшем потребность в том, чтобы вязать дальше, можете купить для себя или изготовить так, как я это делаю. Сделали. Что нам необходимо? Мы должны вымерять наш хвостик. У этой нимфы достаточно длинный хвостик, он практически равняется длине тела. Что значит длине тела? Тело это вот у нас до начала загиба сколько я намотал свинца, чуть-чуть буквально меньше до грудочки. вымеряем. Вот у меня вышла приблизительно вот такая щепоточка. Перекладываю аккуратно в левую руку. Как вы видите, плоской частью необходимо поднять вверх, если она у вас имеется, если нет, не страшно. И в одной точке притяжной петлей, как это делается? Вот я пропускаю нитку к пальцам, опуская ее вниз и подымая ее вверх. Тяну немножко на себя. Я вот ровно один раз это сделал, притянул. Дальше точно так же не отпускаем перышко. Опять притяжной петлей два. И один раз слабенько пропустили. Посмотрим, что у нас будет получаться. Немножечко надо подтянуть. Длинноват наш хвостик. И короткий, длинный это мы уже здесь с вами сами выбираем. посмотрели сколько. Вот для меня лично вот такой длины вполне достаточно. Посмотрим можем ли мы примотать перо. Можем. Поэтому я вот такими широкими шагами прихватываю наше перо, так как дополнительно это будет давать нам объем. И вот здесь нам необходимо уже будет крепить наши материалы. нам понадобится в идеале конечно использовать те материалы которые имеются в продаже. Ну если у нас нет ни проволоки специальной ничего я беру обыкновенную леску 012 она у нас будет сегментировать наше тело. И по всей длине чтобы не было уступов до места крепления хвостика я это все подвожу. оставляем. Теперь нам сверху нужна пленочка которая будет имитировать вот тот чехлик который имеется. В идеале использовать вот все вот такие стрейчевые пленки которые продают всевозможные фирмы. Ну учитывая то что мы делаем это в домашних условиях я вот посмотрел какой дома у меня имеется полиэтилен нашел вот кусочек подходящего полиэтилена делаю вот такой срез треугольничком и стараюсь вот в месте где у меня хвостик чтобы не было нагромождения это подхватить чтобы ровно-ровно у меня вот как вы видите вот так находилась сверху моя пленка я это все подхватываю подхватили теперь смотрите что нам необходимо чтобы была нимфа наша более симпатичная в данный момент у меня еще клей не подсох необходимо дождаться пока он подсохнет и утконосиками необходимо нам вот сверху прижать наш свинец чтобы наша нимфа была вот здесь более широкая а так была у нас плоская теперь совсем совсем немножечко добавим с вами клея и подровняем наше тело так как мы будем изготавливать теперь все из даббинга и желательно чтобы оно у нас не было рыхлым а было достаточно хорошим для тела можно использовать вот у меня имеется я как уже неоднократно в своих фильмах показывал я вычесываю своего кота у меня имеется вот такой подшерсток это вот подшерсток пух с кролика если такого нет вдруг где-то попадется вам вот я нашел кисточку такую из украшения была крашеный кролик зеленого цвета если вдруг вам попадется вот продаются всевозможные вот такие наборы пряжи овечьей приобретите совсем немножечко и вам хватит достаточно на большое количество для изготовления всевозможных приманок то есть всегда можно что-то найти кошку собаку вычесать немножечко промотаем и давайте теперь мы подождем пока все это у нас хорошо хорошо подсохнет у нас все уже здесь аккуратненько подсохло теперь я беру вот у меня имеется вот такая вощина называется кто связан с медом тот знает если его нет можно использовать церковную свечку если ничего такого нет можно использовать клей-карандаш я немножечко вот вот такими вот движениями наношу воск и она у меня должна быть вот светло-оливкового цвета может быть серого цвета это не принципиально я беру маленькую вот такую кусочек выщипываю с меха и распределяю буквально по всей длине на полтора два сантиметра потому что мы должны с вами изготовить небольшую конусность ну чтобы не было у нас опять отрываю вот такую небольшую щепоточку и прокручивая вот такими движениями наношу сильно мы это все не трамбуем не надо сейчас я вам покажу как мы это все сделаем чтобы у нас вышла более-менее симпатичная даббинговая нить так нащипать нужно ну давайте сантиметров наверное 10-12 на нитку не старайтесь много так как будет скучность и неудобно будет мотать потом этой ниткой вот у меня вышла вот такая вот конструкция теперь я беру кладу это на палец и прокручиваю бобинодержатель вместе с катушкой с ниткой пока ничего не отпускаю она у меня крутится вот здесь внизу теперь я ее перевожу вверх и начинаю помогать еще рукой подкручивать вышло вот уже все у меня соединилось хорошо скрутилось мой мех шерсть я не отпускаю перевожу там где у меня мой хвостик следим за тем друзья чтобы мы не уволокли материалы когда будем проматывать наше тело и аккуратно аккуратно виточек к виточку если у вас ротори пожалуйста пользуйтесь этой функцией промотаем приблизительно вот как у меня я сделал 10-12 сантиметров тело домотали остаток следим за тем чтобы не было рыхлости и посмотрим в данный момент мне немножечко желательно добавить и здесь если у вас имеется немного темнее даббинг вот у меня имеется вот такие разные наборы которые тоже продаются в интернет магазинах желательно взять добавить несколько другого контраста так как мы с вами переходим к грудке также нанесли буквально пару тройку оборотов больше не нужно вот очень хорошо теперь у нас остается место для грудки мы с вами можем дальше уже накрывать сверху нашей пленочкой и изготавливать уже тело нашей нимфы теперь что я делаю чтобы более качеством у меня крепился материал и не скользил я опять слегка промажу вот так воском нитку и наклоняем вперед нашу пленочку вот она должна быть вот так у нас сверху по длине ровненько чтобы никто ничего не уходил никакой материал удерживаем вот в таком удобном положении что я делаю правую руку я держу а лево я работаю продавил не сильно место крепления и уже вторым и третьим витком я хорошо вот как вы видите с такой натяжечкой я это все делаю для того чтобы окончательно материал был закреплен и ну уже никуда у нас ни он не убежал можно закрепить а потом переломить его но я оставляю в таком материале то есть пару тройку оборотов вполне достаточно и берем теперь нашу леску выбираем для себя приблизительно угол с которым мы будем сегментировать наше тело опять же поправим следим чтобы не убежала у нас наша пленочка для удобства я обычно увлажняю пальцы и наш мех стараюсь уже потом убрать вниз чтобы леска не утянула удерживаем материал помогаем ноготочкам переводим дальше нашу леску следим за тем чтобы мех не сильно попадал убираю я я убираю влажным пальцем если у вас допустим в этом есть необходимость вот я использую старую зубную щетку иногда очень помогает взяли сдвинули и опять делаем второй сегмент после этого третий вот сколько нам будет эстетическое понимание нимфы позволять столько мы и сделаем 5-6 оборотов вполне будет до 7 достаточно хотя у нашей нимфы сами вы понимаете несколько больше сегмента значит вот должно выйти приблизительно вот такое тело теперь добавляем буквально один полный оборот делаем в районе крепления материала поднимаем вверх нашу леску держим в натяжку убираем нашу нить как вы видите полтора два оборота поднимаем пленку вверх и не изменяя натяжки делаем 2-3 полных оборота лески по месту где мы будем изготавливать уже с вами тело грудку вернее нашей нимфы теперь уже здесь без стеснения хорошо промотаем леску и можем ее отрезать откусить как вам будет удобно для того чтобы она в дальнейшем никуда у нас не убежала я опять беру наш клей и промазываю то место где крепилась наша леска чтобы хорошо хорошо это все пропиталось теперь мы с вами должны сделать небольшую паузу пока наши материалы здесь схватятся клеем и мы должны уже с вами более аккуратно продолжить работу я немножечко как вы видите подкрасил коричневым маркером обыкновенным коричневым который вот продается практически во всех магазинах концтовара вы можете найти верхнюю часть пленочки и из лески изготовил вот такие вот глазки с помощью зажигалки и понятное дело оплавил их буквально впритык к свинцу обычно для того чтобы вот было удобно и наши глазки никуда не убежали бывает зачастую что они при креплении начинают отстреливать и убегать я не отпуская пинцет пинцета не выпуская их делаю пару тройку оборотов и потом только лишь снимаю вот у нас вышли такие глазки следим за тем чтобы наши глазки не наехали на колечко установим для них место крепления помогаем немножечко ноготком вам будет плохо видно поэтому извините закрываю вот приблизительно вот так должно у нас выйти если по каким либо причинам вот наезжает я беру опять ноготком отодвигаю от колечка и начинаю уже с усилием крепить их на том месте которое вот мне нужно чтобы оно было оставили вот у нас должна выйти приблизительно вот такая конструкция немножко обязательно для того чтобы при рыбалке когда мы будем с вами вываживать рыбу наши глазки не прокручивались чтобы не было нагромождение клея и других материалов я беру клеем промазываю нить а не наношу на место и уже здесь окончательно подхватываю глазки пока клей наш учитывая то что мы уже здесь достаточно подхватили я хочу немножко вам показать по пропорциям которые желательно выдержать учитывая то что нимфа имеет определенные пропорции то есть хвостик тело грудку и голову две трети всей длины занимает у нас тело одну треть буквально вот чуть меньше чем одну треть занимает у нас грудка с лапками и остальная часть там буквально какие-то доли пятые если брать в этом отношении занимает у нас голова с глазками усиков у этой нимфы нет грудку желательно изготавливать из более темного даббинга если такого нет можно ее намотать из того же пера которого мы изготавливали хвостик но учитывая то что у меня имеется вот несколько темнее даббинг я возьму опять промажем воском нашу нить так же как изготавливали тело и берем уже незначительную щепоточку нашего даббинга для тела учитывая то что эта шерсть ее можно вот я взял щепотку и аккуратненько вот тоненькими тоненькими вот такими прядями распределить опять же на вот эту величину 10 сантиметров больше не делайте друзья это будет и вам неудобство в работе и прокручиваем как я уже говорил нашу нить через палец образует даббинговую нить немножко помогаем рукой все готово от глазок я начинаю подравнивать нашу грудку но как у каждой нимфы у нас должна быть еще и должны быть и лапки поэтому грудку мы делаем как бы заготовку и теперь будем подготавливать все для лапок первый раз если вы будете ее изготавливать вы можете ограничиться только лишь вот намоткой грудки вот такой из шерсти также можно продаются разные я уже неоднократно показывал вот у меня имеется из ангоры пряжа я использую ее также при изготовлении как тела так и грудки оставляем в таком положении нам необходимо сделать имитацию небольшую лапок как я это буду делать обычно я лапки изготавливаю с помощью лака пинцета и подгибания но так как мы делаем самую простую первую которая нам нужна для рыбалки нимфа мы упростим все до минимума я беру опять немножечко нашей шерсти креплю ее на нить и опять же я все это прокручиваю мы будем теперь уже крепить материалы которые мы будем отпускаем нить я обнаружил вот оно вот такое вот перо было при линьке петуха поэтому мне оно подойдет вот этой частью для лапок я подбираю себе две приблизительно равные чтобы были у меня щепотки перьев по длине они достаточно крепкие в то же время мягкие будут хорошо играть на течении и вот я подобрал часть этих бородок и беру вот одним движением вот так отрываю все готово не отпускаем палец подравниваем их перекладывая вымеряем приблизительно нашу длину перевернем нашу нимфу теперь в удобное для нас положение сейчас мы поправим камеру немножко вот так и буквально в середине нашей грудки я вот подхватываю немножечко наши перышки должна приблизительно выйти у нас вот такая вот конструкция годится отрываем отрываем вторую такую же часть как я уже говорил равную очень удобно вот мы подравниваем пальчиками их у остевой части вот так потом взяли и аккуратно вот так вот оторвали одним движением теперь учитывая то что это у нас уже левая сторона отрежем лишнее чтобы не мешало и укладываем теперь с другой стороны нитка у нас друзья с даббингом вот одного оборота будет пару оборотов будет вполне достаточно посмотрели у нас длины одинаково что левая сторона что правая сторона теперь аккуратненько я лапки которые мы с вами закрепили я перевожу в переднюю часть вот как бы их слегка вот вперед и проматываю заднюю часть нашим даббингом следим за тем чтобы даббинг не утаскивал перо он будет очень у нас стараться это сделать крест-накрест переходим крепим окончательно наши лапки и уже здесь под глазками следим за тем чтобы у нас не было нагромождения материалов выполняем закрепим уже весь материал должна выйти приблизительно вот такая вот у нас конструкция с вот такими лапками растопырками годится учитывая то что наша грудь сама которая у нимфы она более темная я ее беру подкрашиваю с внутренней стороны черным маркером можно даже вот в районе глазок аккуратно и глазки сами потому что они у нас должны быть черненькие тоже подкрасить дальше очень аккуратно вымеряем длину сколько нам необходимо посмотрите я делаю вот такую операцию слегка как бы складываю мой полиэтилен чтобы он лег аккуратно между глазками годится возле колечка очень аккуратно чтобы не было у нас нагромождения материалов желательно прокрутить нить чтобы она не была ровницей а была крученой тогда у нас меньше будет натяжение здесь я не отрезаю а переворачиваю через глазки и нить перевожу буквально за глазки продавливаем наш полиэтилен и здесь уже окончательно можно его закрепить и отрезать отрезаем теперь учитывая то что наша нимфа будет подвергаться атакам сильным нам необходимо с вами закрепить уже окончательно здесь материал я наношу на дабинговую нить клей чтобы не было скопления материалов и здесь где закрепили за глазками я делаю пару тройку уже оборотов все теперь здесь мы делаем завершающий узел кто как кому удобно кто руками я вот самодельным вот таким вот узловязом в книжке я уже его описал как его изготовить буквально ровно за полторы минуты пару тройку оборотов вполне будет достаточно и делаем завершающий узел удаляем я подрезаю слегка нить она аккуратненько у нас удаляется подождем пока вся наша конструкция клей все остальное подсохнет потому что нам нужно будет еще немножечко подкрасить ее вот друзья мои я немножечко капну лака снизу сверху на место крепления если лапки у вас вышли несколько длиннее чем вам кажется можете спокойненько их подрезать это не принципиально ну и все наша такая вот вроде бы несуразная нимфочка готова к работе благодарю вас за внимание до скорых встреч